Волнения растут на нашем континенте, а это угрожает политической стабильности. Насилие проявляется во всех европейских странах. Нет ни четкой мотивации, ни конкретных требований, ни явных лидеров. Мы видели, хотя и с опозданием, как волнение привели к этим беспорядкам. То, что сейчас называют испанским бунтом, началось две недели назад, как мирный протест против роста цен на электричество. К протесту присоединились тысячи людей всех классов и идеологий. Мы сыты по горло, и всем плевать. Слушайте, слушайте, что я говорю. Ваше время пришло, это война, страх все изменит. Вместе нас не остановить. Нас не остановить, это гнев народа. Мы гнев народа. Ее что-нибудь для меня? Да, вот. Уважаемый господин Хенолес, просим вас продать принадлежащие вам акции и дать нам 50 миллионов евро наличными. Доброе утро. Во избежание ненужных проблем мы даем вам 10 дней, чтобы выполнить наши требования. Кроме того, если хотите, мы можем принять оплату в рассрочку, но имейте в виду, что мы не примем сумму меньше 5 миллионов евро. Поверьте нам, господин Хенолес, мы не желаем вам никакого зла. Вы скоро поймете, что мы, как и вы, просто бизнесмены, но с небольшой разницей. Мы занимаемся определенным видом спекуляции, которая является очень прибыльной, но заставляет нас забыть о некоторых моральных принципах. Поэтому мы будем вам признательны, если вы не будете вмешивать полицию в это дело. Когда вы поймете и примете наши условия, разместите объявление в газете «El Observador Nacional» с вашими инициалами и согласием. Лучше всего, если вы разместите его до 1 октября. Иначе случайный человек умрет на улице Авенида де Вальванера на рассвете. Мы не знаем этого человека. Вы тоже. Только вы можете его спасти. С уважением. Любимцы Медаса.